семечки груши яблони косточки персикового абрикоса кизила и абрикосов все это буду сейчас высаживать в открытый грунт всем здравствуйте продолжаю снимать видео из цикла дикий сад кто не в курсе есть у меня одна ничейная территория протяженностью где-то 150 на 25 метров никем она не занята растет на ней только дикая сорная трава и я хочу посадить на эти территории плодовые и неплодовые деревья и кустарники пока что этот проект называется дикий сад но возможно в будущем с получением опыта он будет называться пермакультурный но это пока что перспектива если перед вами стоит задача посадить фруктовые или любые деревья или кустарники в диком саду или в старом саду или в том месте где растет у вас вот такая вот дикая обычная трава или вот такие вот заросли другой сорной травы и дикой то нужно учитывать определенные моменты и всегда брать во внимание ошибки и опыт других людей всегда берите во внимание опыт и ошибки чужих людей чтобы не допустить своих ошибок так вот если перед вами стоит задача посадить вот таких вот диких условиях какой какие-то плодовые деревья и кустарники если у вас там не предусматривается и не будет в принципе капельного полива если у вас не будет возможности регулярно приезжать и присматривать за этими деревьями и кустарниками то однозначно вам нужно забыть о полукарликовых подвоях и тем более о карликовых подвоях потому что это здесь не работает вам нужны только подвои сеянцы или деревья сеянцы если вы посадите деревья привитые на полукарлики и тем более на карлики вот такую вот траву а тем более вот такую вот высокую траву если у вас не будет полива если у вас не будет должного ухода ваши деревья просто не выживут вот смотрите яблоня однолетка была посажена однолеткой и уже один год она здесь растет то есть вот эти вот побеги уже появились в этом году привита на подвой сеянец прекрасно себя чувствует хотя я в течение сезона один или два раза ее поливал но если ее не съедят зайцы этой зимой если ее не уничтожат люди этой зимой и следующей весной то она уже большой кандидат на то чтобы расти благополучно и через три-четыре года давать уже первые плоды поэтому если вам нужны сильные и живучие здоровые деревья обязательно используйте сеянец подвой или высаживаете дерево сеянец например абрикосы можно выращивать из косточки если это для себя для личного пользования персики можно в принципе выращивать сеянцы но также можно найти сеянцы прививать какие-то культурные сорта того же абрикоса или персика или яблони или груши и еще один момент дело в том что очень хорошо чувствует себя дерево которое никогда не пересаживают поэтому если вы знаете где вы хотите выращивать яблоню грушу сливу абрикос персики так дальше то выращивайте это дерево или подвой на том самом месте где вы хотите чтобы у вас росло дерево чтобы его в дальнейшем не пересаживать что я имею в виду вот здесь я буду высаживать сейчас абрикосы косточки абрикоса чтобы получить потом из него взрослый абрикос то есть я прививать не буду то есть будет дерево сеянец а яблоню и грушу семечки буду высаживать как подвой но буду высаживать высевать точнее на тех местах где я хочу чтобы у меня росло дерево чтобы потом его не пересаживать что для этого нужно делать посадить маленькие семечко яблони вот такую вот траву на минуточку вот такая вот трава это конечно убийство семечки поэтому я тех местах где я хочу выращивать дерево делал вот такие вот штуки я просто-напросто лопатой об этом я уже снимал видео рассказывал предыдущих роликов себя на канале просто выкапываю определенную ямку срезаю верхний слой травы вместе с ее корнями и вот это место заполняю плодородной землей просто ведром приношу засыпал вровень землей вот такая вот как бы оазис чистой земли вокруг растет трава для чего я это делаю для того чтобы убрать конкуренции чтобы ваша косточка абрикоса персика сливы или желтой кислой алычи росла одна чтобы ее не не добил не ущемлял хотя бы первые два года вот поэтому я делаю такой вот чистый участок земли чтобы убрать конкуренцию по ходу на следующий год я здесь буду еще а тяпкой работать полоть убирать сорняки чтобы росло а у меня одно только дерево там или груши или яблони или абрикоса или персика все через два три года об этом можно забыть деревья могут расти в такой даже высокой траве и ничего с ними не будет поэтому в первый этап это нужно очистить землю от сорняков вот корней травы следующий этап это уже посадка в открытый грунт например косточек абрикоса вот на этом участке я посажу где-то 45 косточек абрикоса почему 45 потому что что-то съест мышь что-то не взойдет а из 5 например косточек зайдет 3 из трех сходов можно уже потом выбрать самый сильный и его оставить или на него уже привить какой-то сорт например абрикоса поэтому сейчас буду высаживать в открытый грунт косточки абрикоса вот здесь заглублять сильно косточки в землю не нужно где-то на сантиметр 2 максимум то есть посадили косточку потом ее нажали пальцем на сантиметр 2 опустили и потом заровняли все все землей закрыли и принципе этого достаточно еще я воткнул две палочки чтобы просто обозначить что здесь уже что-то посажено на этой всей территории будет три ряда деревьев пока что деревья это будут основные деревья здесь один ряд второй и там выше будут уже ряд кустарников между лунками расстояние 3 метра я буду сажать следующим образом например здесь будут абрикосы дальше будут яблони дальше будут груши дальше будет например персик или слива и опять груша яблоня персик или слива абрикос и так дальше чтобы не было так что в один ряд ну по крайней я так не хочу чтобы один ряд росли только абрикосы или яблони еще здесь будут сажать я но это позже шелковицу но это будет наверное на следующей неделе пока что семенные подводи сейчас буду высевать семечки груши принцип тот же самый где-то 5 семечек не глубоко на сантиметр на два в глубину и обозначить месяц посадки двумя палочками ничего принципе сложного нет высеваю яблоню аналогичная схема как и с грушей и вот и 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 вот там в самом верху здесь я сделал пять лунок и здесь я буду высаживать Gonna здесь я буду высаживать Кизилл здесь у меня будут кустарники И так высоко поднимать деревья я не буду, потому что здесь рядом через 5 метров уже дорога и сильный ветер. Здесь будут кустарники, кизил. Вот такой вот нехитрый способ посадки, когда сажать. Вот у нас в Украине, западная Украина, вообще целая Украина, можно сажать таким способом с середины октября и до конца ноября. И даже в декабре не проблема, если позволяют погодные условия. Поливать ничего не нужно, потому что влаги еще будет до весны очень много. Все набухнет, наберется влаги, не нужно ничего поливать. Теперь остается ждать весны. И весной, конечно же, если все будет хорошо, буду продолжать снимать видео. Будет интересно, что из этого всего получится. Поэтому, если вам тоже интересно, подписывайтесь, следите за каналом. Кому что непонятно, задавайте в комментариях вопросы, по мере возможности, конечно же, отвечу. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok